Всем привет! В данном видео речь пойдет о регуляторе высокого давления системы впрыска Common Rail, так называемом DRV. Данный регулятор давления встречается двух типов. Данный тип регулятора давления имеет два отверстия под два винта. Встретить мы его можем с тыльной стороны топливного насоса высокого давления и с боку топливной рейки. К сожалению, под рукой у меня нет ни топливного насоса, ни данного типа топливной рейки, но я обязательно прикреплю к видео, дабы наглядно это продемонстрировать. На кончике данного регулятора давления имеется сетчатый фильтр. Ну а герметичное уплотнение от полости высокого давления осуществляется при помощи резинового и тефлонового уплотнительных колец. Второй тип регулятора давления мы можем встретить только лишь на топливных рейках. Крепится он при помощи такого резьбового соединения. Герметичное отделение полости высокого давления осуществляется при помощи деформации кромки и специально выполненного материала при закручивании данного регулятора давления. На кончике мы также имеем сетчатый фильтр. Несмотря на разные способы крепления данные регуляторы давления, конструктивно, можно сказать, одинаковы. Электромагнитный клапан, точнее электромагнит. Внутри подпружиненный шток. На кончике имеем шарик, который плотно прилегает к такой сферической поверхности. Грубо, неаккуратно пытался я располовинить данный тип регулятора. Просто было интересно. Как пытался, так и вышло. Вышло грубо и неаккуратно. Наглядно продемонстрировать нечего, но удалось замерить размеры шарика, который используется в данном типе регулятора. Что ж, такой краткий обзор на регуляторы давления, системы впрыска Common Rail дизельных двигателей внутреннего сгорания. В принципе, что хотел сказать, то сказал. Но в целом, заправляйтесь только на заправочных станциях, своевременно обслуживайте топливной системой, меняйте топливные фильтры. Подписывайтесь, ставьте лайки, активно пишите в комментариях. Пока-пока!